так всем привет всех рад приветствовать на кардинал конс меня зовут константин я темлит команды приват профит мы команда с большим опытом внутри и сегодня мы рассмотрим такую категорию афера оффера как простатит что мы вообще показываем на крео и как мы работаем с лендами чем мы наполняем ленды и так что нужно знать о категории простатит обычно это капсулы или капли с натуральным составом призванные укрепить здоровье простаты аудитория чаще выбирает капсулы так как они комфортнее в применении но капли тоже хорошая история мы недавно выложили кейс на своем телеграм-канале на швейцарию поэтому в конце оставлю ссылку на канал ознакомитесь ключевая аудитория подобных аферов это мужчины старше 40 лет из любых регионов мира с простатитом сталкиваются везде это распространенная и острая проблема поэтому подобрать аудиторию довольно просто спрос на подобные аферы растет с каждым годом что во многом связано со стареющим населением ну в целом простатит это одна из самых стабильных категорий аферов внутри в ней легко подобрать подход и найти аудиторию негативное влияние болезни на быта поднимает конверсии мы когда еще брали джимов себе в команду то есть новичков людей вообще без опыта в маркетинге и в арбитраже трафиков мы их обучали как раз таки на простатите потому что легко работать с подходами легко их находить легко их отделять друг от друга и как-то комбинировать в общем в целом на этом люди хорошо обучались у нас далее что еще можно знать о категории простатит у аудитории есть и другие причины чтобы купить мутро офферы против простатита это возможность решить проблему без визитов к врачу и специфических процедур все мы знаем что мужчины такие такого более старшего возраста менее склонны ходить по врачам чем остальные прослойки нашего населения всего мира вот поэтому мы можем это использовать себе во благо вот также многие выбирают натуральное лечение за мягкий эффект но это можно к первому пункту тоже отнести мягкий эффект то есть никаких хирургических вмешательств никаких процедур просто выпил таблетку либо принял капли какие-то и недуг потихоньку отпускает далее далеко не в каждой стране есть доступная медицина и возможность вылечиться официальными методами здесь мы тоже можем в разную сторону этот момент перекручивать например для бедных гео со слабой медициной мы можем преподнести наш оффер вот как один из самых актуальных самых действенных методов аналогов которому в принципе новых стране нет и наоборот странах которые богатые где развитая медицина мы можем предложить наш оффер как альтернативу дорогим медицинским учреждениям вот ну и еще один пункт некоторые офферы от простатита могут улучшить потенцию я бы сказал наверное не некоторые а все офферы от простатита должны улучшать потенцию почему потому что потенция это один из симптомов простатита а наше лекарство оно должно бороться со всеми симптомами мы не просто сам симптомами а устранять простатит и точно также восстанавливать ипотенцию вот источник трафика с каким источником трафика мы работаем мы работаем в основном с фейсбуком только с фейсбуком у площадки есть ряд преимуществ это большие объемы большинстве гео то есть ему фейсбук это у нас самая популярная в мире соцсетка и ею пользуется весь мир далее из этого вот второй пункт вытекает соцсети много пользователей старше 30 лет это как раз наша ключевая целевая аудитория под оффер простатит мы в принципе как бы да под любой мутра оффер нужно более зрелая более как бы состоятельная и платежеспособная аудитория вот и третий момент можно лить на широкую аудиторию алгоритмы оптимизации отлично работают за некоторым исключением когда фейсбук иногда вот как недавно у нас было месяц пару месяцев назад фейсбук вводил обновления и часто такое бывает что все показатели скачут скачет показатели конверсии скачет показатели cpm поэтому мы с этим тоже надо работать плюс модерка как мы знаем фб может сильно закручивать гайки что тяжело там даже какой-то самый лайтовый безобидный подход залить тоже вот можно отнести к одному из минусов к фейсбуку но здесь в принципе все плюсы эти минусы перекрывают вот так же не забываем про выборы в штатах прошлый раз прям очень сильно потрясло именно тех арбитражников которые лили фейсбук в этом году в конце года ожидаем то же самое но с этим уже ничего не поделаешь с этим надо уметь работать и уметь это все обходить ну чтоб потихоньку переходим креативом у проститита большой спектр симптомов благодаря этому у нас появляется возможность протестировать большое количество подходов на крео также у нас неплохо заходят подходы с уклоном на натуральный состав препарата и на отсутствие необходимости хирургических вмешательств и других неприятных процедур все эти подходы можно тестировать как отдельно друг от друга так и комбинировать друг с другом как мы работаем с текстами непосредственно на самих креативах текст это в принципе вообще самый простой быстрый способ надавить на боль для генерации текстов и заголовка в последнее время мы используем чат gpt он прекрасно генерирует текст на любом языке который нам необходим и генерирует сам естественно без грамматических ошибок и без ошибок в пунктуации также он генерирует такой ну не научный а более такой сленговый язык текст вот что в принципе будет ближе для нашего потребителя с какими вообще видами текстов мы работаем для пролива на простатит мы для себя разбили вот три вида текстов которые мы тестируем постоянно когда заходим на какое-нибудь новое дело или там тестируем какой-то новый оффер значит первый пункт первый вид так сказать текстов это обещание избавиться от симптомов за какое-то определенное количество дней либо недель далее мы пробуем текст обещание восстановления мужской силы как молодые годы и еще одна разновидность это упор как раз на натуральность и безвредность нашего средства все примеры у нас приведены в презентации на слайде ну и кроме основного текста на креативе который заинтересовывает и привлекает пользователя на вендинг используем текста более мелким шрифтом которые могут повлиять на кликабельность и на конверсию это может быть информация о скидке или за возможности получения этой скидки далее это может быть промокод это может быть информация о бесплатной доставке и также условия оплаты товара курьеру при получении то есть условия того что не надо платить здесь и сейчас вы платите только при получении у курьера так ну и подходы начнем с самого элементарного самого простого в исполнении и для прохождения модерации фб вот очень хорошо этот подход выстреливает на латинской америке при условии если offer свежие и не отжат и дело тоже свежие не отжатое при отжатости offer а можно наблюдать проблемы с модерацией и снижение конверта но это легко обходится название препарата можно чуть-чуть под заблюрить можно прикрыть какой-нибудь плашкой можно просто банки друг на друга наложить в общем ну все это легко обыгрывается здесь же тоже обратите внимание у нас креатив с флагом гео на которой мы проливали это боливия все-таки как-никак вызывает какой-то траст у пользователя когда он видит флаг своей страны мы как бы не раз это наблюдали вот все ярко все красочно все в зеленом цвете а вот как раз как любят в латинской америке людям вот но вообще лично я не являюсь сторонником демонстрации самого товара на креативе я считаю что в креативе какая-то должна быть интрига и лучше уже на лендинге полностью раскрыть что у вас за товар и как он работает но в целом если подход работает и если он приносит профит и идут дешевые лиды то почему бы нет тут уже как бы не в предпочтениях дело надо работать с тем что работает и так еще один еще одна разновидность подходов натуральный подход при таком подходе в креативе заметно улучшается качество трафика и показатели cr но при этом может подорожать цена за клик а также может подскочить и цена леда но в целом если у нас за счет хорошей аудитории качество трафика улучшается и улучшается показатель апрува если позволяет математика то такие подходы можно легко держать в активе рекламные кабинеты будут давать spent не будет отклонов и сноса объявлений здесь мы тоже видим чеснок окрашенный в какой-то то ли красный то ли розовый цвет и пользователя на такое реагирует ну у него с таким вот ассоциация до что натуральный состав безвредный и можно вылечиться у себя дома не посещает никакие клиники и никакие лечебные учреждения далее еще один подход это симптомы этот подход мы используем при проливе на некоторые дело он достаточно такой специфичный и не везде цепляется ну там где залетает там дает стабильно качественную аудиторию дешевый лид и хороший трав единственное что всегда вызывает вопрос с показателем CTR они очень кликабельные они но опять же повторюсь на некоторых гео дают хорошую аудиторию здесь надо тщательнее поработать с текстом потому что текста здесь очень много здесь перечислены все симптомы как вид как мы видим на простатит это и проблемы с мочеиспусканием и более в пояснице и та же самая импотенция в общем здесь не должно быть грамматических ошибок и слова должны быть подобраны наименее триггерными для фб чтобы модерация пропускала у нас такие подходы ну и подход на какую-то конкретную боль определенную в данном случае на слайде мы видим здесь боль в паху креативы давящий на острую боль какого-либо из симптомов это да опять же может быть боль в паху либо в пояснице либо частые походы в туалет либо недержание потенциальный лиц с такими проблемами точно не оставит без внимания подобные рекламные объявления то есть листая ленту это человек который испытывает такую боль его обязательно такой креатив зацепит и с большей вероятностью он перейдет к нам на лендинг и ознакомиться с нашим предложением далее подход у нас подход с неприятными медицинскими хирургическими даже иногда процедурами еще один подход который точно не оставит равнодушной нашу целевую аудиторию тут комментировать в принципе нечего никто бы не захотел такое испытывать на себе поэтому с большей долей вероятностью пользователь зайдет и ознакомиться с нашим оффером ну и конечно же адалт подход в креативах на простатит куда же без него это прям вообще любимый подход большинства арбитражников льющих на простатит если фб позволяет заливать и спендить то в принципе мы только за единственное о чем хотелось бы сказать сильную потенцию и успехи в постели надо рассматривать в контексте простатита и здоровье простаты так как мы все-таки льем оффер на простатит поэтому подходы с полуголыми девушками и бананами обмотанными сантиметром мы оставим для аферов на чисто на потенцию и либо на увеличение а здесь мы обязательно делаем акцент на простатит иначе есть риск зацепить не целевой и некачественный трав и потерять в опруве так ну и потихоньку давайте перейдем к промо в общем во всех наших промо на простатит есть ключевая фигура это врач либо ученый который обладает большой компетенцией и в области урологии имеет многолетний стаж в какой подход обернуть нашего эксперта здесь как бы вариантов у нас достаточно это может быть ассоциация урологов данного гео это может быть урологическая клиника национальный исследовательский институт авторский блок самого врача колонка здоровья в каком-нибудь крупном местном издательстве или просто какой-то местный журнал о здоровье ну и также это может быть тв-шоу интервью у какой-нибудь тв-звезды местной а ну еще пару слов хотелось бы сказать насчет адаут подхода на в промо здесь вот категорическое нет мы несколько раз обжигались на этом можно потерять именно вставки в капе поэтому лучше лучше избегать адаут подхода как альтернативу могу предложить именно промо конкретно медицинская с уклоном на восстановление потенции но опять же потенцию мы рассматриваем только в контексте простатита либо как симптом главные и либо как одна из причин застоя крови в малом тазу и появление простатита далее визуал мы тщательно работаем над визуалом промо вообще визуал это у нас вот первое что видит пользователь перейдя по ссылке в объявлении это как раз таки шапка нашего сайта и самый первый наш заголовок этот момент мы должны обыграть максимально в свою пользу используя визуал привычного для местного пользователя сайта с этим нам помогает сайт similarweb это сайт веб-аналитики принципе наверное про него уже все знают мы сами с ним работаем больше двух лет он нам помогает да и у кардиналов по моему недавно на канале выходил подробный обзор similarweb поэтому кому интересно можете именно посмотреть обзор на него на канале у трафик кардинал на similarweb можно по категориям находить сайты мы выбираем категорию сайта какая нас интересует мы выбираем гео которая нас интересует и бесплатная версия similarweb нам выдает топ 5 сайтов по данной категории и ему как правило топ 5 сайтов этого то что забирает вообще большую часть трафика в данной категории на данном гео поэтому можно смело эти этот список из пяти сайтов изучать там есть аналитика аудитории кто чаще всего почти посещает этот сайт ну и достаточно просто выбрать себе под визуал и оформить визуал своего сайта как раз вот под один из популярных топ сайтов на гео далее что мы с визуалом мы делаем как мы прорабатываем визуал мы особое внимание уделяем форме заказа кстати насчет еще шапки и подвала вернусь обязательно стилистика текста все между строчные интервалы шрифт тоже должен соответствовать тому сайту который мы пытаемся скопировать иначе все таки может быть какое-то недоверие люди все таки привыкают к визуалом сайтом и какое-то какой-то шаг в сторону ну типа может вызвать у них недоверие поэтому здесь надо прорабатывать вообще все четко и строго вот так мы вернемся к формам всех формах устанавливаем информацию о скидке как правило от пятидесяти процентов также добиваемся того чтобы форма гармонировала по цвету и стилю с самим сайтом но это у нас на слайде формы медицинские под медицинские подходы мы обычно используем вот такие промо без каких-то розыгрышей лотарей наворотов все-таки ну медицинские журналы либо какое-то медицинское учреждение здесь все должно быть строго строго форма можем поставить таймер можем какую-то промокод туда тоже вставить перед формой чтобы человек ну была видимость какой-то скидки далее еще как вариант оформить форму это мы уже больше для каких-то блогов либо для каких-то ты вышел используем это использование лотереи она может быть в виде колеса где ты нажимаешь кнопку крутится колесо и естественно выпадает скидка там от 50 до 75 процентов пользователь радуется и счастливый заказывает средства от простатита вот ну и есть вот три двери как у нас на слайде тоже выбирает дверь за одно из них прячется скидка естественно скидка выпадает всегда так ну и по поводу использования след на наших промо на данном этапе использования след на промо у нас в команде на паузе по просьбе реклам но в целом для направления простатит это не так страшно так как наша целевая аудитория мужчины 40 плюс они могут чисто по нашему опыту доверяют врачу с многолетним стажем и хорошей истории на в индии ничуть не хуже чем какому-то местному тв-эксперту вот поэтому хорошо подобранное имя и грамотно придуманная история под истории врача подразумеваем его стаж работы то что он является ведущим сотрудником возглавляет отдел какой-то медицинской организации вот потом история каким образом он пришел к выводу о том что наш оффер эффективнее и дешевле других способов лечения вот все это хорошо упакованное и хорошо оформленное на нашем при лунде будет конвертить не хуже чем настоящая известная личность как альтернативу известные мы личностям мы еще раньше использовали мы просто искали поисковиках какие-либо урологические клиники на определенном дело и там были портфолио врачей мы заменяли имена врачей могли поменять фото врача а вот как раз таки портфолио самого сама все его достижения весь его стаж брали и за не заимствовали себе на превент ну и потихоньку переходим к смысловому наполнению что это такое это блоки которые как по нашему опыту мы заметили улучшают конверты и сам повышает продажи работая долгое время с направлением простатит да мы выделили для себя вот эти блоки которые должны присутствовать в нашем промо порядок их может быть разный но самое главное чтобы они друг с другом гармонировали и не противоречили друг другу как мы указали уже ранее нас должен быть врач специалист многолетним опытом сюда же можно привести статистику заболеваемости по стране а также личную статистику самого врача скольким пациентам он смог помочь назначая курсы нашего препарата и насколько это эффективнее остальных способов далее смысловой блок у нас идет это симптомы мы описываем подробно все симптомы простатита его причина также какие от него бывают последствия еще также можно чуть ниже вот этого списка симптомов упомянуть что простатит может потянуть за то за собой серию других болячек то есть дать какое-то осложнение не связанных уже непосредственно с самой простатой а также может стать причиной замкнутости депрессии и неуверенности в себе так еще один блок смысловой это инструкция по применению и какие симптомы устраняет наш препарат описываем с какими проблемами борется наш оффер какими функциями он обладает а также к этому можно добавить инструкцию по применению не забываем указать что для выздоровления обязательно нужен полный курс лечения который будет длиться не один два дня ну все мы понимаем до рекламодателю надо продать полный курс товара ни одну упаковку поэтому мы тоже у себя на промо указываем на полный курс который может длиться достаточно долго до месяца либо даже до двух вот ну немножко шок контентом чтобы сыграть на страхе очень не отрезвляет и побуждает быстро начать решать проблему поэтому вставляем картинки с операциями и жуткие описания к ним чтобы было понимание к чему может привести недуг ну тут понятно да часть аудитории мы заберем тем что вот как раз такие многие увидят да что будет если не решать эту проблему и вот как раз такие решить они проблему могут с помощью нас еще один смысловой блок это обязательно вставляем состав продукта делаем конечно же акцент на натуральном составе это на самом деле очень важный блок я бы наверное даже сказал один из самых важных потому что очень часто на фан-пейджа в комментариях либо в личку часто спрашивают безопасны ли это средство насколько у него натуральный состав там если у меня допустим проблемы с сердцем либо какая-то аллергия могу ли я его принимать в связи с этим чтобы ну дать информацию пользователю и уверить в безопасности продукта очень хорошим шагом будет прикрепить состав препарата и указать на его натуральность и также мы еще указываем какой компонент за что в препарате отвечает следующий смысловой блок обычно мы его вставляем перед формой и заказа это информация о том что продукт у нас все-таки в дефиците находится это может быть по разным причинам это может быть из-за жадности фармкомпании это может быть из-за коррумпированных врачей которые назначают какие-то свои стандартные препараты обычно это может быть из-за бюрократической системы какого-то определенного геона которые мы льем трав из-за этих моментов естественно достать товар очень сложно поэтому единственный шаг стать обладателем товара заполнить форму прямо здесь и сейчас и дождаться обратного звонка еще также можно немножко поиграть на жадности самого потребителя самого посетителя нашего онда и внизу под формой указать что если заказ не будет оформлен то скидка либо товар сам товар будет передан следующему потенциальному покупателю как правило у людей включается какая-то жадность да почему это это вот кто-то другой получит дефицитный товар а не я и что тоже может хорошо вот повлиять на решение нашего потенциального ли да купить у нас наш оффер так ну и технические решения для того чтобы выжать максимум из промо и отсеять весь наш трэш используем следующие технические решения мы отсеиваем дубли мы ставим валидацию по номеру телефона до монетизация по кнопки назад скроллами картинки и на слова таймер и формы для добавления комментариев давайте по каждому пункту чуть чуть поподробнее валидация по номеру телефона то есть у нас форма принимает только номера телефона необходимого нам дело код страны и число цифр в номере телефона должно строго совпадать иначе заявка не будет принято это мы делаем чтобы убедить себя от всяких шутников от всяких там других арбитражников которые нашли наши рекламные объявления и просто захотели там приколоться и закидать нас на нас трэшом вот и поэтому такая форма нас обезопасит от всего этого и немножко подочистит нашу статистику то есть нам легче потом будет садиться и анализировать свой трафик скрипты дальше скрипт отсеивание дублей но здесь все просто если пользователь повторно вводит те же данные ему показывается страница о том что он уже совершил заказ и этот дубль не отправляется нам не в кейтаро не сыроем кунь и в ппшку то есть здесь мы опять же немножко себя огорождаем от дублей чтобы нам легче было вести статистику и аналитику далее очень хороший очень профитный такой скрипт до монетизация по кнопке назад если пользователь и нажимает на кнопку назад то он попадает на еще один лендинг как правило это лендинг взятый с партнерской сети стандартный самый стандартный лендинг с таймером с описанием товара с описанием доставки вот он попадает на этот windows и у нас в принципе есть еще одна попытка да там например ему не понравился наш изначальный windows человеку и у нас появляется второй шанс он попадает на другой лендинг и есть шанс зацепить его в этот раз и вот как ни странно у нас 10 процентов от всего профита общекомандного я не говорю сейчас конкретно про статит я говорю вообще про все офферы это вот как раз профит пришедший по домонетизации так что если вдруг есть еще такие кто не установил себе то поспешите скроллы на картинке и на слова но тут все элементарно как мы видим на слайде при нажатии на определенные слова или картинки на нашем линде страница пролистывается али вниз и пользователь попадает сразу на форму заявки то наверное для тех кому лень много читать лень много информации в себя какой-то в оффере впитывать вот нажал и сразу уже заказал далее таймер либо количество товара видимость того что время ограничено и решение покупки надо принимать быстрее также сюда можно отнести и количество товара оставшегося в наличии с течением времени его становится все меньше и вот ну таймер мы обычно ставим минут на 10 может быть на 15 кто-то до конца суток ставит но мы предпочитаем чтобы побыстрее принималось решение и по горячее у нас был лид вот ну и с количеством товара та же история по мере нахождения на венде цифра все время уменьшается и тоже принимать решение надо быстрее ну далее у нас идет форма добавления для комментариев вот придает достаточно траста со стороны пользователя так как логично что если есть комментарии от других людей значит должна быть форма через которую можно отправить свой и очень подозрительно когда такой формы нет пользователя оставивший свой комментарий может видеть свой комментарий другие пользователи этого комментария видеть не будут не переживайте ну либо еще как вариант комментарии у пользователя не оставляется появляется уведомление что ваш комментарий отправлен на модерацию там и опубликуется через какой-то там промежуток времени после проверки и в целом работа с комментами сожалению может и к счастью есть прослойка пользователей которая не особо любит что-то читать и изучать о товаре и сразу же после перехода по ссылке целенаправленно вниз листает вниз чтобы ознакомиться с отзывами и для таких и в целом для всех пользователей необходимо внимательно прорабатывать с этой частью приванда что мы имеем в виду значит первое что мы делаем это именно именно обязательно должны релевантны быть тому дело на которое мы заливаем то есть на условные там франции или германии не должно быть пользователя оставившего комментарии по имени там вася или петя это обязательно должно быть местное имя какое-то то есть этот момент мы прорабатываем далее мы вычитываем все на грамматику на пунктуацию мы проставляем скрипт чтобы подтягивал актуальную дату оставления комментария мы также аватарки все меняем то есть аватарки не должны у нас быть сгенерированные какие-то люди как будто бы на паспорт они все сфоткались это все должны быть такие более-менее живые аватарки и вставляем живые фото нашего оффера первые несколько комментариев ну чтобы была видимость что вот он настоящий его распаковали там есть сам товар там в этой баночке есть таблетки либо какие-то капли есть инструкция по применению есть коробка запечатаны и ну никто не видел что вам именно доставили то есть вы ее скрыли получается вот только что здесь сейчас ну и чуть-чуть пробежимся по цифрам по статистикам здесь у нас два таких показательных случаям на первом скрине на верхнем мы видим австрия это у нас канабис ойл мы проливали его на австрию у нас был хороший лендинг адаптированный под австрию и под местный урологический сайт ассоциации урологов но в какое-то время он у нас начал потихоньку сдуваться мы видим сер у нас был вон на втором месте у нас стоит 053 потихоньку начал уже слабеть cr и мы начали над ним работать начали его уникализировать добавили вот начали добавлять потихоньку колбекер cr почти что не изменился потом поработали чуть-чуть с визуалом его немножко поменяли да и в целом как бы доработали поработали с шрифтами поработали с боковыми вот этими блоками со всеми вот чуть-чуть увеличился у нас cr мы видим вот ну и потом мы добавили уже смысловые блоки и полностью сели перебрали все комментарии и мы можем видеть что относительно нашего самого первого варианта у нас почти что в два раза увеличился cr у нас были очень дешевые клики на это дело на этот оффер потому что мы отливали такие достаточно сложные тяжелые подходы как с всякими операциями либо отдал либо конкретная боль ну и мы сами видим результат вот у нас постепенно постепенно мы вносили в носили и у нас увеличился общий cr ну и второй screen это у нас швейцария простовит как раз капли которые мы выпустили кейс недавно на нашем канале здесь у нас тоже была слегка такая уставшая уже промо cr опустился до единицы и мы чуть-чуть изменили подход чуть-чуть поменяли врача там поработали с визуалом также поработали с блоками и с комментами мы тоже мы видим историю что почти что в два раза у нас увеличился cr то есть мы то промо которая когда-то себя хорошо показывала но потом начало немножко сдуваться 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 мы одним осели поработали и она работала и работает даже лучше чем самом начале работала так что здесь мы наверное вот посоветуем всем вам где бы вы не брали промо там пусть вы берете его в пп либо библиотеке фейсбука либо на спаях даже если она себя хорошо показывает не лишним будет его уникализировать полностью адаптировать под дело какие-то смысловые блоки найти проанализировать similar web подобрать визуал на similar web также кстати можно вот в этих всех топовых сайтах найти какой-нибудь инфоповод например там зайти им грубо говоря там и какой-нибудь популярный местный новостный сайт типа там бильда в германии и открыть колонку здоровья и изучить вообще что у них там здравоохранение происходит и этот инфоповод можно спокойно у себя использовать на венде то есть будет у вас еще один смысловый блок который пользователя чуть-чуть вот как раз к реальности приблизить то есть он где-то слышал какие-то новости и здесь он видит последствия скажем так этой новости на нашем инде и спокойно уже он это все прочитает и закажет у нас товар вот в целом все вот наш телеграм-канал подписывайтесь мы делимся кейсами по проливу не обязательно по простатиту у нас много интересных кейсов и на гипертонию и на суставы также мы часто делимся всякими фишками по работе с фб с этапами актуальными делимся тем как мы работаем с аккаунтами какие мы используем прокси ну и в комментариях под постами мы отвечаем на вопросы то есть любые вопросы вы можете задать и получите от нас ответ всем спасибо большое за внимание мне было приятно выступить на этой конференции пожалуйста задавайте ваш вопрос и мы вновь в эфире константин спасибо за классный доклад техники подсказывают что уже вот-вот сейчас они выведут костю в зуме насколько хорошо ты нас слышишь привет-привет видимо не очень подключение да 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 что ж давай тогда обсудим пока доклад оценки как то неустойчиво немного вас слышал ага так мы будем пробовать да сейчас хорошо но вот так себе пока не очень ага скажите еще что-нибудь да раз 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 здравствуйте константин прерывисто очень очень прерывисто и почему-то качество картинки упало до этого все нормально было мы подключались проверяли принято да но в любом случае сейчас будем варьировать если совсем все будет плохо то перезапустимся вот ну в крайнем случае всегда есть текстовая версия вопросов поэтому не беда в общем придумаем что-нибудь стопудов собственно мы зададим тебе вопросы которые будут от наших телезрителей если что-то будет не это не слышно или не видно то обязательно через чат мы сможем тебе их передать что ты смог на них ответить итак первый вопрос как на сегодняшний день у вас обстоят дела с запусками слушайте но мы сегодняшний день запусками у нас хорошо все обстоит проблем пока что никаких не видим я бы даже назвал прям золотое время фейсбука когда запуститься можно но практически с любого аккаунта ну единственное как бы да если не жестите с креативами потому что она если падает какой-нибудь бан или reject это как правило вот 90 процентов случаев это креатив поэтому если знать чтобы запускать знать как это ну обрабатывается модерации на дел на котором ты запускаешь то проблем вообще никаких нету с запуском то есть мы не испытываем проблем с этим большое спасибо за ответ продолжая тему креативов у нас есть вопрос от кристины бережной текст лучше писать на крео или добавлять его в озвучку ой хороший вопрос на самом деле я бы знаете как поставил вот выбор либо мы его пишем крео либо мы делаем озвучку и дублируем еще озвучку в тексте ну понятно да чтобы у нас был голос и и все это прописывалось на креативе почему потому что простатит это такая деликатная и интимная так сказать тема и пользователь по большой доли вероятности ну если попадет на видео креатив то скорее всего в людном месте он будет его без звука смотреть поэтому лучше всего если вот вы видите что у вас хорошо заходит озвучка на каком-то гео то как бы не ленитесь про дублируйте ее текстом вот но мы как бы по большей части используем статические креатива то есть картинки тизеры и мы обычно текст прописываем спасибо за ответ следующий вопрос от пользователя скальпинг какие инструменты и функции внутри facebook ads вы находите наиболее эффективными для привлечения целевой аудитории при продвижения биотобавок для лечения простатита ага ну первое наверное вот самое такое из рекламного крему из функций рекламного кбр кабинета адрес кем после того как мы пролили на широкую то есть на широкий таргетинг не указывая там пол возраст то есть заливаем на широкую и там есть такая функция разбивка по возрасту по гео по регионам по устройствам по плейсментам это мы используем чтобы собрать статистику и потом уже применить это в своем таргете вот это первое что мы используем ну да естественно сам таргетинг настройка нашей целевой аудитории настройка пола возраста языка далее настройка устройства настройка плейсментом то есть все это как бы есть все это на поверхности это мы тоже используем уже именно не на тестах а при самом уже масштабирование когда у нас есть какие-то данные да какая именно конкретно аудитория у нас больше всего дешевых лидов приносит вот ну и также мы используем инструменты бизнес-менеджера то есть расшарка пикселя передача его на другой кабинет на другой бизнес-менеджер если у нас как бы ему хорошо себя показывает и наоборот да если у нас мы видим что гео хорошо цепляется на определенном кинге на определенном бэме при созданном нами пикселя мы через партнерство другого бэма перекидываем на этот бэм кабинет и с него уже заливаем ну вот как у нас зацепившийся кабинет идет точно так же мы запускаем уже и следующие ну практически при том же сетапе в принципе как бы но вот этими функциями мы пользуемся спасибо костя расскажи пожалуйста сплит-тест используете при проливе льете на авто или ручную ставку ставите сплит-тест имеется ввиду если имеется ввиду промо то да мы обычно ну несколько подходов несколько промо и сплетуем их как бы да смотрим за показателями только как бы да не стоит забывать что все таки промо должно быть релевант на креативу и как бы ну распределить их так чтобы вот это вот релевантность у нас не терялась то есть ну там сплит допустим мы берем там тв-шоу и те же на ту же тематику мы ставим промо допустим как и креатив у нас и то же самое там с какой-то там с определенной болью или подходом таким на на потенцию больше да вот так вот разбиваем их и уже смотрим какие у нас показатели дает какой промо и уже там по итогу отключаемся которые работают плохо и проливаем дальше те которые нам хоть что-то дают мы уже по итогу там да мы выявляем лидера и из промо и начинаем уже более углубленно с ним работать более детально вычетку делать что-то там добавлять что-то уникализировать ну в общем работаем с этим промо по поводу ручной ставки либо минимальной цены или максимального количества мы обычно стартуем вот обычно у нас ну раньше называлась как минимальная цена сейчас максимальное количество лидов имеется в виду мы стартуем проливаемся и уже смотрим какой креатив у нас какой потенциал вообще имеет какой креатив у нас дает какие лиды и потом уже вот при масштабировании мы заливаемся с большим бюджетом устанавливаем предельную цену которую мы как бы знаем да что креатив там может давать лиды там от 6 до там словно говоря там 9 баксов мы заливаемся и устанавливаем отдельную цену 6 допустим и уже там регулируем ее по ходу того как у нас идет если у нас бюджет откручивается хорошо быстро и весь не мой бюджет то как бы да мы оставляем если нет мы можем чуть-чуть поднять эту предельную цену либо же просто сделать дубль объявления и попытаться снова залиться вот с указанием самой минимальной предельной цены лида вот в общем спасибо за ответ следующий вопрос опять же от пользователя алекс g лёша привет вопрос такой видео креативы или картинки что дает лучший конверт ну на тех дел с которым мы работаем конверт лучше дают картинки то есть даст видео тут и под заморочиться надо больше и времени они больше занимают не калить их тоже надо но почаще с картинками как бы тут все быстрее а результат у нас как бы ну плюс минус ну на картинках даже получше поэтому мы сейчас в основном работаем с картинками со статикой спасибо за ответ а еще мы зададим тебе пару вопросов потому что у нас еще осталось некоторое время следующий вопрос также от пользователя алекс он спрашивает сам оффер не запрещает использовать врачей в промо ну на данном этапе вот как я сказал у нас на паузе именно слепы либо настоящие врачи вот которые существуют тогда в реальной жизни а так ну врачей каких-нибудь выдуманных либо там сгенерированных соцсетью либо там на каких-нибудь там яндекс картинках их найти то как бы всегда пожалуйста с этим у нас проблем не было этих как бы ну таких врачей мы льем и у нас по крайней мере с рекламом нет никогда не было по этими вопросами спасибо за ответ следующий вопрос немножко такой с подвохом но так или иначе какой конверт у крео с малышевой ну если честно не смогу ответить на этот вопрос потому что с малышевой никогда не заливали крео ну не знаю как то так получилось что не доходили еще руки до такого может быть попробую как-нибудь тогда нибудь не следующий конфердам кидбэк здорово договорились так как ты думаешь никита у нас еще есть время на один вопрос да давай последний вопросик зададим и отпустим хорошо а тогда последний наш вопрос будет звучать так он от пользователя артем теодор из-за чего по вашему мнению чаще всего прилетают ванны за крео за вайты или ссылку я не знаю я со стопроцентной уверенностью могу сказать что ему почти вся часть от банков и reject это креатив потому что с вайтами как бы ну я лично лью с вайтами но я с ними как бы особо не заморачиваюсь у меня есть один шаблон я просто вот если если его надо адаптировать под новый оффер или под новое дело я просто там захожу код элементарно меняю там картинку и текст а он в принципе состоит из одной картинки и там блока текста какого-то да и все как бы ну и вперед и уже как бы да у меня проблем нету вот с доменами я вообще не помню когда они последний раз банились то есть да тоже очень много там старых доменов которые там уже почти год использую как бы там уже в принципе проплатить на хостинге но там не буду не буду в общем далее вдаваться подробностям в общем крео крео это вот самое такое основное за что банится и дают reject работайте с крео уникальте их если вот есть крео которая работает хорошо но вы там видите что потихоньку начинается там банить или reject это в принципе тут раз сложного ничего нету зашел там накинул просто какой-то фильтр там да либо там сделал его там немножко первом или зеленым чуть-чуть под блюрином там по бокам это в принципе дает эффект креатив остается тот же самый там появляется какая-нибудь там смазанность или там какой-нибудь фотоэффект да но он продолжает работать и с ним далее можно будет вполне себе долго работать поэтому если сталкиваетесь с проблемами бана или джек то первую очередь работайте с креативом огромное спасибо это был константин private profit спасибо что присоединился спасибо что написал доклад спасибо за уделенное время спасибо спасибо и вам большое ребята классная у вас вообще атмосфера крутая студия вы очень красивые музыка просто шикарная роскошная вот даете возможность выступить на широкую публику так сказать надеюсь не последний раз надеюсь еще подойдет сто процентов обязательно в следующей конференции думаю что мы объявим совсем скоро спасибо кости на связи пока пока пока